Я напоминаю, второй день открытые новости работают в Белокурихе. Сюда съезжаются туристы со всей России. Кто-то едет за оздоровлением, кто-то за развлечением, но все не одинаково хотят одного – отлечься от городской суеты. Как и мой коллега Николай Тихонов. Именно поэтому он отправился в импровизированную деревню и сейчас готов выйти на прямую связь со студией. Коля, доброе утро, тебе слово. Даша, доброе утро. Я приветствую тебя из настоящего дома Мельника. Рядом со мной находится Дина. Она работает здесь с мельничихой. Дина, расскажите, пожалуйста, что это за конструкция? Это называется мельничный пост. Это непосредственно бункер, в который мы засыпаем наше зерно. И это жернова из настоящего жерновного камня. Как работает водяная мельница? В бункер засыпается зерно, потом оно просыпается в отверстие в жернове, которое называется очко, и попадает в межжерновной зазор. На внутренней поверхности жерновов нанесены специальные желобы, которые работают как ножницы, перетирая попавшее в них зерно. И по этим же желобам зерно потом уже частично размолотое в муку сцепается в короб. И с короба зерно поступает в поддом, где мы можем уже через сито таким вот образом нашу полученную цельнозерновую муку просеять. И получить муку, например, высшего или среднего сорта и отруби. Ну что ж, Дина, спасибо вам большое. Вот так, буквально пара простых движений, и мука готова. Но обо всех подробностях, о том, как правильно делается мука, и вообще о русских традициях и сохранении русской культуры мы вам расскажем в ближайших выпусках. Да, Коль, спасибо. Ну а мы тем временем пообщались с отдыхающими, и вот что они говорят о Белокурихе. В Белокурихе воздух чистый, природа очень-очень хорошая. Здесь я живу уже 35 лет и не жалею, что приехала. Я также с Алтайского края. Уехала в Новосибирск, очень сильно скучаю по Белокурике, приезжаю, гуляем. Очень нравится, безумие, воздух. Ну все хорошо. Здесь много как-то народу, как-то здесь все живо, более как-то живой курорт. Самый запоминающийся у нас это сплав. Сплав по реке Катунь, да? Это было нереально. Ну на самом деле эмоции получили море. Вот самая, по-моему, запоминающая на самом деле экскурсия. Хотя есть и горный Алтай, экскурсия нам тоже нравится. Мы в прошлом году, правда, были. Первый раз приехала в Белокуриху, наслышана о лечебных свойствах данного воздуха. Говорят, лечит все. Вот приехала, посмотрела, горы, запахи. Но далеко мы еще никуда не уходили, но мы ходим. Пока ходим, смотрим, осязаем, ощущаем, впитываем. Но вот действительно природа впечатляет. Я не думала, что мы отъехали от Новосибирска там сколько, 350-360 километров и уже совсем все по-другому. Реально, горы впечатляют, зелень впечатляет, воздух впечатляет, ароматы впечатляют, особенно ночные.